Девушки отдыхают Войклоне занавес, который раздвигается. То есть мы с вами создадим вот такую сценку. Занавес открылся и закрылся. На первом кадре он у нас закрыт. На первом кадре он у нас закрыт. Дальше он у нас раздвигается. И так начинаем работать. Удаляем этот проект. Создаем новый проект. Значит, изначально мы должны создать сцену пол. Когда мы делаем, допустим, какие движения аватаров на готовой сцене, мы можем скачать эту картинку занавесом, то мы не сможем работать камерой, двигать ее. Аватар у нас будет двигаться вместе с камерой. Поэтому сцену с занавесами нужно создать самим. Создавать мы будем средствами ай-клона. То есть никаких дополнительных материалов использовать не будем. Итак, как создается пол. Заходим в контент. Темплейт. Пропсы. И ищем 3D-блок. Ищем пропсы. Так, давайте вот я все закрою. Значит, ищем пропсы. Так, сейчас я все закрою, чтобы ничего не было видно. Вот. Закрою. Все закрываю. Итак, нажимаем пропс. Так. Открываем чекс-боксик. Еще раз пропс. И ищем 3D-блок. 3D-блок. Так. Вот он 3D-блок. Опускаемся вниз. И находим Wall and Flow. Wall and Flow. Стены и потолок. Так. Вот это стены. Это дверь. Это вот на стены. Это стена с выемкой для двери. А вот написано Flow. Два раза щелкаем. Так. Разворачиваем. R. Разворачиваем наш пол. Так. Удаляем его. И разворачиваем параллельно наш пол. Что дальше? Ну, пол такой не бывает. Поэтому должны изменить текстуру. Где мы ищем текстуру? Текстуру мы ищем в Яндексе. Набираем. Яндекс. Текстура пола. Вот я выбрала картинку. Их там много. И сохранила ее в папочку. Далее. Заходим вправо. Modify. Материалы. Ищем база Color. Два раза щелкаем. Вот наша текстура, которую я скачала. Кстати, вот я с Яндекса еще скачала занавес центральный. И занавес, который будет двигаться в серединочке. Так нажимаем на пол. Открыть. Вот появляется такая текстура пола. Если она что-то не устраивает, мы хотим ее изменить, сделать меньше, больше сами плиточки, то мы опускаемся вниз. И вот здесь мы можем... Сейчас у нас по X идут эти полосочки. Мы можем их сделать по Y. Давайте посмотрим. Но нажимаем Apply. Вот такой будет пол. Можем сделать по Z. Нажимаем Apply. Вот мне по Z даже больше нравится. Давайте такое ставим, чем по X. По X он вот такой. А по Z мне больше нравится. Вот такой пол мы оставим. Что дальше? Дальше нам нужно сделать центральный занавес. Здесь, то есть это поверхность. Что мы делаем? Опять заходим в контент. И ищем уже не 3D-блок, а 3D-сурфейс. Нажимаем. Это поверхности. Видите, тут разные поверхности. Нас интересует... Патерин сделать, да? Нас интересует вот такая поверхность. Планы А. Два раза щелкаем. Для того, чтобы она точно встала на поверхность, нажимаем Allegiant Toe. Ударяем по полу. X, Y, Z, OK. Вот она у нас точно стоит. Увеличиваем ее. R английская. Увеличиваем ее. Растягиваем. Вот первая наша часть. Сцена готова. Теперь нам нужна текстура. Нужно сменить текстуру. Нажимаем Modify на базу Color. И выбираем нашу занавес. Фронтальную, центральную. Так, немножко отклоним назад. Вот так. Так, и давайте вниз опустим. Во всю величину экрана. И R. И мерочку повыше сделаем. Так, вот так. Это у нас есть. Теперь как же сделать, чтобы занавес двигался? Добавляем еще один план А. Кстати, вот пол можно тоже делать через планы. Еще раз щелкаем. То же самое проделываем. Вверх. В сторону. Увеличиваем. Делаем немножко поворот, чтобы было видно. W. И за зелененькую отодвигаем ее. Вот делаем проход, через который будут проходить на сцену артисты. Вот сюда, да? Так. Теперь нам нужно текстуру сменить. Опять-таки в Modify, база, Color. Выбираем центральную занавес. Открыть. Так. Разворачиваем. Что дальше? Как сделать, чтобы из одной этой занавеса у нас получилось раздвигающиеся шторки? Так, планы А. Посмотрим. Планы А. Это вот это. Значит, чуть-чуть повыше еще надо. Вот так. Вот планы А мы переименуем, чтобы не путаться. Два раза щелкнем и напишем центр. Нейтральные. Нейтральные. Так. Это планы у нас задние. Так, что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем двигать вот эту основную занавес в одной из сторон. Но для того, чтобы правильно произошло, правильно сдвигать, будем ее сдвигать влево. Значит, нажимаем букву P, английскую. У нас сразу появляется пиво. Мы будем двигать влево, поэтому нажимаем вот левый квадратик пиво. Так. И за букву R нажимаем, сдвигаем эту занавесочку сюда. Теперь нам надо ее продублировать. То есть мы нажимаем double V, double V, control, и переносим ее вот сюда. Так. Для того, чтобы она у нас дальше двигалась, значит, мы должны в начальном, в нулевом кадре, у нас занавес должен быть закрыт. Поэтому мы нажимаем, давайте подпишем, вот это у нас левая, переименуем левая. Так. Это у нас полная. Правая. Правая. Нажмем букву F, большую F английская, F, и отодвинем. Вот так, чтобы нам было видно все. Значит, переходим к левой, нажимаем R английская, и увеличиваем до серединки экрана, до центра. Так. Теперь идем на правую. На правую. И тоже ее увеличиваем. Вот так, для... Так, секунду. Я не поставила пивоту правой, тоже нужно было нажать на правой. Здесь пивот левый, здесь пивот правой. Правой квадратик. Теперь нажимаем R, и начинаем нашу шторочку задвигать. Вот у нас нулевой кадр. То есть, изначально теперь можем увеличить сцену нашу, поставить так, как она должна быть. Так. Это на нулевом кадре. Ну, допустим, сколько будет раскрываться наше занавес? Занавес, допустим, она будет раскрываться, ну, вот на сотом кадре мы поставим точку. Идем на левую. На сцене нажимаем буковка R, и за буковку R мы ее отодвигаем на сотом кадре. Идем на правую. И то же самое на этом кадре мы ее отодвигаем. Вот сюда. А теперь давайте посмотрим. Вот и все. Значит, здесь самое главное, не забыть, что на левой шторке мы обязательно используем пивот левой. На здесь мы используем пивот правой. Раздвигаем их при нажатии клавиши R. Не W, а именно R. Именно клавиши R. Так, ну, а теперь уже мы можем нашу сцену украшать. То есть, если мы хотим добавить какого-то аватара, который выходит, да? То есть, дальше уже по вашему усмотрению. Допустим, мы ставим девушку вот сюда. Она должна из-за занавеса выходить. Так. Разворачиваем ее. W за зелененькую. Или давайте за желтенькую. Вот так отодвинем ее сюда. Дальше элементарное движение мы ей дадим из Motion Puppet. Чтобы не искать никакие движения, Move, ходьба. Она выходит. Так. Теперь мы что? Выключаем Motion Puppet. Разворачиваем сцену. И... Смотрим уже, как регулируем. Так, сейчас, секунду. Вот так мы выставим сцену. Так. И смотрим, как девушка у нас будет выходить. Двигаем, да? Вот сцена открывается. И девушка должна передвигаться. Значит, мы должны... Движение мы ей добавили. Но передвижения нет. Вот в этой точке... В этой точке на девушку нажимаем Камилла. ВВ. И девушку выдвигаем вот сюда. Так. Проверяем. Вот девушка сцена открывается. И девушка у нас выходит. Дальше мы делаем, что? Заходим на Transform. Ставим точку на Transform. И уже здесь мы можем девушку повернуть. Нажимаем Е. Е английская. Может... Ой, это я не... Так, девушка. Девушка у нас так. Сейчас. И выделим девушку. Чтобы найти девушку вот здесь. Вот она, Камила. Так. Мы ее просто... Ну, что ж такое? Так, Камила. Угу. Мы ее в этой точке Transform поворачиваем. Итак, еще раз смотрим. Вот девушка выходит на сцену. И останавливается и поворачивается. Вот. Как заднюю сцену... Фон закрыть. Для этого опять мы можем зайти... То есть все по аналогии. Контент. Опять заходим. Опять заходим. 3D Diffuser. 3D... Так. 3D... 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 Superface. Так. 3D Superface. Берем планы А. Ставим сюда. Так. Ну, чтобы нам видеть сцену, мы должны зайти на сотый кадр, когда у нас уже открыто все. Да? Увеличиваем нашу... Наш этот план. Раздвигаем его. Так. Раздвигаем. И мы должны его что? Немножечко отдвинуть назад. Разворачиваем, чтобы было видно все три части. W. За зелененькую это двигаем. И двигаем ее куда? За занавесы. Вот так. Вот. И теперь можем какую-то картинку или объявление, или что мы хотим. Вот мы в сцене это выделяем планы А. Заходим в Wondify. И любую картинку, которую вы хотите, которую подготовили, мы можем туда добавить. Можно видео добавить. Давайте попробуем видео добавить. Получится или нет. Сейчас посмотрим. Так. Только мы должны вот эту точку, поскольку мы здесь создавали планы, а вот сюда поставить. Так. Разворачиваем все. и проверим, что у нас получилось. Ух ты! Я добавила уже готовый ролик с диктором. Нет, давайте это удалим. Не пойдет это. Можно просто добавить. 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 Любое изображение. Давайте добавим изображение. Ну, какое. Например. Например, вот это открыть. Вот. Теперь все нормально. Вот так. Значит, что я должна сказать. можно добавить музыку, можно добавить речь какой-то девушки. И вот уже в данном случае, когда мы создали свою сцену. Так. Мы только не, 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 не это самое. Так. Мы не передвинули точку. Вот мы ее удалим. Так. Делит. О! У нас там три точки даже. Смотрите. Потому что мы стояли не на нулевом, а трету оставляем. А вот это Делит. Делит. Удалим эту точку. Удалим эту точку. Так. И вот эту точку мы удалим. Все. Вот теперь все в порядке. Вот так. Так что задание будет такое. Можно сделать несколько таких сцен. Допустим, на первой сцене аватар что-то у нас говорит. Потом какой-то концерт. Выходит, допустим, там, детки или кто-то. Да. И что интересно, здесь мы можем использовать камеру. Здесь уже можно, мы можем увеличить и все. У нас аватар не поедет. Здесь немножко только надо подрегулировать планы А. А. Так. Немножко подрегулировать. И вот эту вещь мы должны немножко. И вот так вот тренусь. Вот так. И поставить это на первый кадр. Так. Ну, вот и все. На этом наш урок закончен. Так что жду ваших интересных работ. Спасибо за внимание. С вами была Марина Петрова. Так. trеньку. В